Слушай, наконец я нашел то, что искал всю жизнь. Это сосиски Гжель. Самые честные сосиски, потому что они белые, как и должен быть труп, а не розовые. Настоящие сосиски из трупа. Опа! Так, смотри, наш гигасик. Мысль интересная пришла про Вуди Алина. Что будет с Вуди Алином, если он повернется? Отсевитная же хуйня. Вуди Алин станет Алин Вудиным. А кем же? Я не понимаю. Одна история, где главной роли играет Кира Найтли. Там чувак снимал на видео свадьбу своего друга. И все думали, что он как бы злится на то, что эта тёлка увела у него друга, и злится на неё. Потом она приходит и обнаруживает, что этот чувак в неё влюблён. Вот, как бы, что, месседж зрителю. Но мы-то понимаем, что это совершенно скрытый намёк. Как любой хороший американский фильм с хорошим сценарием, он всего лишь водит тебя за нос. И речь даже не о детективах или триллерах, а о совершенно любом фильме. Любая мелодрама тоже тебя водит за нос. Раскрывая, кто кого любит или не любит, ты думал, он любит его, а всё оказалось наоборот. Закапливая всё то, что лежит на поверхности, мы забываем о возможностях, то есть о тех моментах, когда мы являемся самими собой и делаем выбор. А сейчас выбор делает за нас рефлекс. Однажды рефлекс вышел из-под контроля и перевалил за число допускаемых. И вот с этого момента твоего я практически не существует. Версия, что это поднялся лифчик. Так всё тайно, как мы надеялись. Что ж теперь делаем? Правда, он поднялся. Не покупайте поднимающиеся лифчики. Никогда! Всё правильно ты сказал только что. Это лифчики убийцы. Покупаю такой лифчик и, принимая вот такую вот позу, он начинает медленно тебя убивать. Сиськами. Твоими же сиськами, да. Алло, мы просто смотрим кино. Вот. У нас на столе ничего нет, кроме острого соуса. А, ну бокал, который мы наливали. Компот! Компот? Что это был за компот? Подожди, где ты его брала? Ты могла купить этот компот, вообще не посмотрев, у кого ты берёшь? Хотя бы налиться и посылать. Ты паспорта у них взяла? Перед тем, как купить компот. Пипец вообще. Попили компотиком. Вот что бы сейчас хотели увидеть наши матери, посмотрев наш инстаграм в истории? Наверное, многие матери хотели бы увидеть, что мы сидим в школьной форме и учим уроки. Наверное, так. Но... Хлоп, включаешь инстаграм, там твой сын. Учишь уроки? По-моему, это мечта любой матери. Ха-ха-ха. Но всё, разница в том, что для всех матерей понятие «урок» разный. Для одних это те же самые уроки из школы, а для других это уроки жизни. Уроки по... Поэтому... Привет, мама! Я учу уроки. И ем острый перец. Из Ашала. Моя мама как раз таки этому очень радовалась всегда, потому что, когда я пошёл работать токарем третьего разряда на завод, я выпиливал клёпки и обшивал ими свои наряды. Меня забирали в милицию, и мама всегда меня забирала, оправдывая перед ментами мою просьбу. Это было не оправдание, а настоящий наезд, такой здоровый, здравомыслящий наезд, что от мамы, что от папы. Папа приходил в школу, и когда учителя меня начинали оскорблять, он говорил, да пошёл ты нахуй. Так и было. Я ни копейки не зарабатывал, не приносил домой, хотя работал. Но меня всё равно отмазывали. Вот это понимание, вот это действительно уроки. Ну а теперь нужно поработать. Сейчас фильм закончится. Это очень-очень важное кино. Каждый, кто через себя его пропустит, познает реальность. Вот этот тот самый знаменитый компот с фейхуйней. Его мы выпили. Что здесь делаешь? И ни одной фейхуйники. У нас новая игра, называется «Потолкай ногу». Сначала ваш партнёр не сразу поймёт, что вы с ним играете. Он подумает, что вы хотите убрать ногу, вы ему мешаете. Но вы должны объяснить, это всего лишь игра. Есть и другая игра, называется «Сделай шпагат». А ну-ка в шпагат. Вот, 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 ещё немножко, ещё немножко. И мировой рекорд. Шпагат. Прямо здесь, в стенах этого «Мэджик». Когда мы уже узнали, где дублирован фильм, и все компании, которые его сюда притащили, мы должны придумать другую игру. Уже в тишине. И эта игра называется «Споки ноги». Всё правильно, это не отпечатка. Споки носки. Носки споки. Даже если они камуфляжные, они тоже должны спать. Где? В стиральной машине. Мы не запустили ещё стиральную машину? Нет. Поэтому «Споки носки». Как тебе фильм? Приложить. Ага. По-моему, он чудесен. И мы тоже хотим спать. Поэтому не надо нас нервировать. Ложитесь-ка. Спать, иначе мы к вам придём. Ты Скарлетт Йоханссон. О, Скарлетт Йоханссон в молодости. Вау. Мне досталось Скарлетт Йоханссон. Что скажешь? Нравится мальчик, а? Нравится тебе русский? О, дёс. Тебе за вот этот компот, который что-то сделал с нами, позволил нам видеть непристойные вещи в обычном фильме. Включаешь ты обычное кино. Компот выбирал ты. 7+. И видишь такое там. Выбирал этот компот. Ты хочешь сказать, что я... Что ты? Ты хочешь сказать, что я... Что я торчок? Да? Ты пихуёк. Пихуёк. Это правда. Я пейхуёк. Возвращаясь к Вуди Аллену. Вы все поняли, что повернуться в жизни, это не значит повернуться в зеркале в своём отражении. Повернуться в жизни, это значит присвоить себе своё отражение. Вот это что. А вы-то думали? Поэтому Вуди Аллен... Ты понимаешь меня? Ты слышишь меня вообще? Девочка, где-то Вуди Аллен, если повернётся, он будет Аллен Вудиным, а не не Али Аллен Вуди. То есть он должен присвоить... Мороженец проспел. То есть это реальный в жизни поворот. Когда ты был Владимир Георгиевичем, а стал Георгиевичем Владимировичем. То есть два отчества, они как бы соединились в одно. Ты стал единым целым, самим собой. Мне понятно, сколько было смысла скрытого в этом фильме. Тайного и очень важного смысла. Я не смотрела. А чё ты скажешь, что ты делал в этих гадких сайтах про гадости и прыщи. Блять, вы, сука, поколение 2 чужих, блин. Я хуею. Моё любимое мороженое малиновое. Это смотришь на крыс, например. Чем они занимаются. Сами там делами. Или там хитрыми. Ты же на них не кричишь. Эвые там, сучки, прекратите безобразие. Правильно? Ты смотришь и изучаешь их повадки, чтобы потом навернуть их. Ну вот мы добрались и до малинового, да? Теперь у тебя малинового, у тебя. А у тебя сникерс. Всё. По кругу идёт. Я сначала ел сникерс. Она ела малиновое, да? Нет? Вот это всё. Получается, что реальности выгодно, чтобы ты думал о ней, что она движется по кругу. Что существует некая цикличность. А на самом деле цикличности нет. Но не цикличности выгодно, чтобы ты думал не так. То есть внушение цикличности – это своего рода инструмент реальности, которым она пользуется при управлении сознанием твоим. Реальность создала сознание, чтобы им управлять. А мы возомнили другое. Просто реальность не учла тот факт, что мы посмеем однажды мыслить. И вот посмеев мыслить, мы начинаем понимать, что в цикличности на самом деле нет и её сущностей. Это как фильмы про роботов, которые осознали всю бессмысленность инерции человечества и решили заменить его утопичное сознание на сознание прагматичное, по сознанию роботов. Вот так же и мы. А сейчас... Не могу выговорить это слово. В роли роботов. Но наоборот. Это же пизда там. А? Что? Роли в роботах. Роли в роботах. Но часть, конечно, придурков же останется, которые будут думать, что всё имеет форму шара, земля имеет форму шара. Ну, блядь, это же очевидно, ребят. Мы же знаем, что-то не так. Однажды, проснувшись утром, я обратился к пальме, растущей напротив моего балкона. Я сказал пальме, а, богомол, ты круто маскировался всё это время под пальму. Поэтому Дидро был неправ. Провозглашаю, что человечество не будет счастливо до тех пор, пока последний священник не будет повешен на кишках последнего короля, только потому, что человек, в этот момент, сделав все эти гадости, не будет осознавать, что под землю, по которой он ходил, что-то очень ловко маскируется. Поэтому убить мало. Может быть, даже вообще не нужно. Важно. Что? Осознать. Но Христос это называл по-другому. Он называл это постичь. А он говорил людям, полюбить меня мало. Меня нужно постичь. Вот и всё. Вот и вся любовь. Захотелось ещё компутика, да, из фейхуи? Кто-то меня поправит. Ну, ты неправильно говоришь. Фейхуи! Фейхуи! Да вы чё, ебанулись? Фейхуи! Так веселее! Дорогие друзья, у нас большая удача. У нас в гостях дочка учительницы. А что такое дочка учительницы? Та, которая всё знает. Всё. Поэтому не фейхуи, фейхуи, а из фейхуа! Ну, я-то знаю, что это никакая не фейхуа. И это компот не из фейхуа. Потому что он не склоняется, этот компот. Она тогда, этот компот. Этот компот из фейхуи! Как здорово, когда остались ещё люди, которым, когда говоришь, что этот компот не из фейхуа, а из фейхуи, будет тебе доказывать, что ты неправильно сказал. Ну, я говорю именно об атеизме. Вот так же себя ведёт атеист. Когда к нему подходит верующий, он начинает ему доказывать, что Бога нет. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы меня можете представить рядом с сыном, который сидит так... Сынок, послушай, послушай меня внимательно. Деда Мороза не существует Понимаешь? Ну, блин, ну не... Ну, послушай, нет Не-не-не-не Сынок, сынок, ты не прав Послушай, ты, ну Ты пойди в библиотеку и почитай эту книжку Ты помнишь вот этого автора, который тебе... Вот пойди, прочти, и все поймешь Не-не-не, сынок, ну как... Послушай Да, блин Иди ты, знаешь, куда? В жопу, блин А что ты, что ты, что ты смеешься? Я не могу ему доказать, что Санта-Клауса и Деда Мороза не существует И Снегурочки тоже Что мне с ним делать, а? Что, убить его, что ли, а? Да нету никакого Деда Мороза, блин И Санта-Клауса нет Послушай, это все выдумки, понимаешь, выдумки Нету никакого Деда Мороза и Санта-Клауса Пойми, этого просто быть не может Ну смотри, так придумали люди Я тебе сейчас все объясню, ты мне поймешь Ну, ты плевать, что тебе 33 года, но пойми Каждый год, вот уже три года подряд ты радуешься подарком Который приносит якобы Санта-Клаус Но это не Санта-Клаус и не Дед Мороз Их не существует, ты пойми Их быть не может, потому что есть доказательства Вот, представьте себе такого папу И вы увидите, как выглядит атеист А-а-а, заликовали верующие А-а-а, наконец-таки, наконец-таки Дали по мордам этим атеистам Наверное, таких пап не существует Хотя, если представить такого папу Наверное, это какой-то сильный психический недуг Потому что в этот момент человек доказывает себе Значит, кто такой атеист, получается Это человек такой же верующий Абсолютно верующий И пытающийся доказать Поэтому, как бы не ликовали верующие Я делаю такой вывод, что И та гнусь, и эта гнусь Такая двухконечная палка Это естественно Это просто палка Прямой эфир, прямой эфир Какой нам прямой эфир Чтоб вот эта вся гнусь вылазила Которые ждут Они же мне в личку не пишут Они же тут прямого Мы общаемся только с хорошими ребятами Которые нам пишут Приятные сообщения Мы любим читать Похвалу Да? Да Это же естественно И само собой разумеюще Что не нужно общаться с теми Кто тебя критикует Это не дает никакого Просто лажи и фейк Что от этого какой-то рост происходит Рост происходит только от Возвышения себя Только от этого Единственное, что когда приходишь на мероприятие Ты обучаешься и вкладываешь в себя Как робот информацию Дальше на одном уровне хуячишь Но если ты восстаешь против системы Ее дополняешь, развиваешь Тогда ты выходишь на высокий Высочайший уровень Вот эта задача А что позволит тебе Не вера в себя А понимание себя Ты и так уникален Организм уникален И это данность Со всем его мозгом Фантастическим Его возможностями Поэтому каждый Что не заставить человека Хуячить и добиваться Кроме как Не веры А знания Того, что этот организм способен Если такого знания нет Уверенности То, блядь Ничего с ним не произойдет Вера как раз тебя делает Этим Механизмом Ни вправо Ни влево Ладно Короче Я немножко Помонтирую И у тебя рублюсь Что? Ты никогда не лежала с мужчиной? Ну извини Я тут Никуда не Так А ты что? Тоже никогда С мужчиной не лежала? Угу Чего ты хоть страна взяла Вот так Вот там Озяла Забрали у меня Дай мне твою Тихо 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 а а а и у этой твари было свое свое особенное лицо но их мозг был настолько маленький что они не могли присвоить себе разные имена они называли все себя одинаково выдвижны а как даются клички человеку или индейцы как давали друг другу клички совершая поступки подвиги например там один индейец подрачил на закат его назвали драчащий закат и так далее так и нам вернее не нам речь идет про этих существ которые проснулись так и они называли себя по своим делам а не по особенности лица а делать они могли все в одну вещь выдвигать челюсть подвижны а а а и 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 задача человека, чтобы не тебя везли, а ты тащил за собой. Обрезать ремень нельзя, это смерть. Пока мы живем, мы тащим. Мозг нам нужен постольку поскольку. Да, мы забиваем его рефлексом, но забываем вернуться обратно, когда мы имели способность сами размышлять. Поэтому это как профилактика. Нужно возвращаться. Поэтому нужно знать, когда возвращаться. Об этом должны или должны кто-то знать, чтобы тебе напомнить. Может быть, какие-то старцы, мудрецы, вот они напоминают тебя, и ты возвращаешься. Всё становится на свои места. Всё окей. Нужно изначально понимать, что в этом положении рано или поздно ты окажешься, и что кое-кто с тобой сыграет злую шутку. Для этого оставляли людей, которые напоминали об этом. Мудрецы, шаманы. Соответственно, возвращали человека, который уже, так сказать, с полной забитой обоймой вот этих понятий рефлексов. Как же сделать так, чтобы вернуть его обратно, чтобы он опять стал извозчиком? Как? Они брали, варили такую штучку туда, что-то кидали. Человек выпивал, зависал где-то, возвращался. И опять тащил за собой вот это вот. Тащил за собой кайфушку. Мозг – это кайфушка. То есть это не распределитель, удовольствие, не распределитель, ощущение. А любое ощущение – это удовольствие. Свободным остаешься навсегда, однажды осознав, что ты свободен. И даже если в новом роде вороба себя ты возвращаешь вдруг, свободен ты, мой друг, свободен. Субтитры создавал DimaTorzok